Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети». Переход. Это люди, можно ходить. Это велосипедом ездит. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Света, а вас как? Максим. Максим и Кристина. Очень приятно. Максим, Кристина, вы сегодня оказались в стране безопасности. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что это за место такое? Да. Максим, что это за место? Это безопасность, я говорю. Так, правильно. Хорошо. Хорошо. Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я подробнее расскажу, что это за место. Итак, это единственное место на Земле, замечательное, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы здесь с вами на протяжении четырех дней будем учиться некоторым правилам безопасности. И эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный. Это конкурс, а это значит, что в конце игры победитель получит приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, я смотрю, что до того, как я пришла, вы рассматривали стенд с правилами дорожного движения. Очень хорошо, если вам удалось что-то запомнить, потому что как раз этой теме будет посвящена наша с вами игра. Давайте присядем, и я вам расскажу условия подробнее первого конкурса. Присаживаемся. Кристиночка, вот сюда. Ребята, первый конкурс – разминка. В четыре дня мы с вами будем говорить о правилах дорожного движения для детей. И сегодня, в первый конкурсный день, ничего сложного задавать вам не буду. Единственное, сейчас узнаем, что вы уже знаете по этой теме – безопасности дорожного движения для детей. Перед вами будут ответы на мои вопросы. Сейчас по очереди будете отвечать. Кто начнет первым отвечать на наши вопросы? Максим, инициативу как мужчина проявил их. Молодец. Ну что ж, первый вопрос тебе. Кстати, каждый правильный ответ будет стоить одну фишку. Я задаю вопрос, а ты ищешь ответ здесь, на этих карточках. Итак, как называют людей, идущих по улице? Пешеходы. Пешеходы. Совершенно верно. Молодец. И первая фишка, Максим, оказывается в твоей копилке. Хорошо. Так, Кристин, следующий вопрос для тебя. Где должны ходить пешеходы? Ищем правильный ответ. Пешеходы где должны ходить? По проезжей части. Пешеходы должны ходить по проезжей части? Нет. А где? Пешеходы где ходят? По тротуару. Конечно, по тротуару. Хорошо. Правильно. Следующий вопрос, Максим, для тебя. Где ездят машины? По проезжей части. Бери. Нужный ответ. Вот, молодец. Держи. Вторая фишка уже у тебя. Кристин, твой вопрос. Кто такой водитель? Читай здесь и находи правильный ответ. Кто такой водитель? Максим, не подсказываешь. Кто? Правильно. Взрослый человек, которому разрешено управлять автомобилем. Хорошо. Вот еще одна выбыла у нас карточка из игры. Держи. Молодец. Итак, следующий вопрос, Максим, твой. Кто такой пассажир? Читаем. Ищем. Читай, что написано на карточке. Человек, который движется в любом транспорте, но не является водителем. Абсолютно верный ответ. Молодец. Получи фишку. Кристин. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? Смотри, пожалуйста, что делать? Здесь ответ есть. Мяч выкатился на дорогу. Что делать? Попросить взрослого достать его. Конечно. Конечно же, нужно в этом случае попросить взрослого достать мяч. Молодец. Держи, умничка. Следующий вопрос, Максим. Внимание. Итак, на какой свет надо переходить улицу, Максим? Ах, какой легкий вопрос тебе попался. Действительно, на зеленый это знают все. И последний вопрос, Кристин, твой. Сколько глаз у светофора? Три. Три. Так, а какие это цвета? Красный, желтый, зеленый. А ты когда-нибудь видела такие светофоры, где, может быть, два глазика у светофора было? Не было? Не видела? Максим, а тебе доводилось такие светофоры видеть? Ну, видел. Да, на самом деле, да, бывают светофоры, у которых два глазика, может быть. Итак, хорошо, Кристин, правильно ты ответила, так что фишка отправляется к тебе. А сейчас, ребята, нам с вами предстоит знакомство с одним очень интересным человеком, который о правилах безопасного движения знает все. Внимание на экран, она уже вышла с нами на связь. Ребята, здравствуйте. Меня зовут Ольга Геннадьевна. Но вы меня можете звать просто тетя Оля. Я представитель такой важной и ответственной профессии, как инспектор ГАИ. В жизни с вами могут случиться различные ситуации, но вы всегда должны знать, как выступить. Сегодня мы с вами изучим правила поведения при дорожно-транспортном происшествии. Ребята, если вы становитесь очевидцем дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди, то в какие службы вам надо сообщить? В ГАИ. В ГАИ, правильно. А еще куда? В милицию. В РИС. А еще куда? Приезжают милиция и скорая помощь. Правильно. Вам немедленно необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о случившемся работникам ГАИ по телефону 102. После прибытия сотрудников ГАИ на место происшествия, все, что вы увидели и запомнили, вы должны рассказать милиционеру. Самое главное, в экстремальных ситуациях, если рядом не оказалось взрослым, вам не нужно теряться, расстраиваться и плакать. Нужно быстро собраться и выполнять все действия, которые мы только что с вами проговорили. Желаю вам успеха в игре и прощаюсь с вами до завтра. До свидания. До свидания. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению, но это еще не все испытания, которые я для вас подготовила. Сегодня вы услышали от тети Оли, как себя нужно вести в экстренной ситуации, если вдруг вы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Я надеюсь, что вы основные правила запомнили и усвоили номера телефонов, по которым нужно звонить, если вдруг это произошло. Но я хочу сказать, что это не единственная экстренная ситуация, которая может случиться с вами и с теми, кто рядом. А номера 102 и 103 – это не все важные номера. И поэтому наш финальный конкурс на сегодня будет посвящен как раз-таки номерам телефонов экстренных служб. Перед вами вот лежат, я вам раздаю номера телефонов. Я буду вам читать загадки, ребята. А ответ вам необходимо будет выбрать нужный номер телефона и поднять его на скорость. Каждый правильный ответ, ребята, стоит две фишки. Плюс фишка тому, кто справится быстрее. Итак, ребят, все вам понятно? Я читаю загадку. А вы нужный номер телефона, по которому нужно обращаться в ту или иную службу, находите и поднимаете, вот так вот правильно мне ответ показываете на скорость задания. Итак, первая загадка. Если видишь преступление или к нему приготовление, граждан, защити права, набери скорей. Кристиночка, определяйся ты с ответом. Ты думай самостоятельно, потому что Максим может и ошибиться. Так, ищем правильный ответ. Итак, номер 102. Ребята, вы оказались действительно абсолютно правы и подняли нужный номер телефона. Максим зарабатывает три фишки за правильный и быстрый ответ, а Кристиночка две фишки за правильный ответ. Молодцы. Итак, вторая загадка, ребята. Если человеку плохо, толку нет вздыхать и охать. Срочно номер набери скорой помощи. Так, Максим. Вот и Кристиночка справилась. Молодцы, ребята. Действительно, номер 103. И снова три фишки отправляются к Максиму за правильный и быстрый ответ. И две фишки за правильный ответ отправляются в коробочку Кристиночки. Следующая загадка. Если в доме вспыхнет пламя, вряд ли справитесь вы сами. Перед тем, как спорить с ним, наберите... Правильно, 101. Максим даже два набрал. Ну, молодец. В службу МЧС. Хорошо, ребята, очень хорошо. Максим снова зарабатывает три фишки и две фишки Кристиночка. Итак, следующая, последняя загадка. Слушаем внимательно. Если в доме пахнет газом, форточки откройте сразу. Не включайте свет в квартире и звоните. Действительно, номер 104. Ребята, какие вы молодцы. Все номера экстренных служб знаете. И это меня очень радует. Максиму три фишки в копилочку. И Кристине две. Ребята, на этом все конкурсы в первый игровой день у меня закончились. И теперь вам лишь осталось сосчитать, сколько фишек вы заработали в первый игровой день. Считайте, но считайте внимательно. 16 у Максима. А у Кристиночки сколько? 5. Давай-ка я тебе помогу. Будет быстрее. Так, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. Очень хороший счет, ребята. 16-12. Ну что ж, Максим, оставь так фишки. Ребят, на сегодня все. Готовимся и встречаемся завтра в стране безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова